Экономические санкции, введенные западными странами против России и ответные российские меры, перестроят привычную нам схему внешнеторговых отношений. От наложенных ограничений в первую очередь пострадает товарооборот России с Европой и США. По оценкам российской торгово-промышленной палаты, это десятки миллионов долларов только в аграрном секторе. Я думаю, что ответ очевиден. Это ослабит позиции европейской экономики по двум причинам. Во-первых, объемы импорта сельхозпродукции в Россию из Европы составляют миллиард 700 миллионов евро. И вторая причина заключается в том, что это создает значительные излишки сельхозпродукции на европейском рынке, и с этой продукцией нужно что-то делать. Таким образом, это весьма и весьма тяжелые последствия для Европы. Кто-то теряет, а кто-то находит. На российский рынок вместо европейцев готовы выйти представители других частей света. В первую очередь, это страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Российские власти уже дали зеленый свет мясной и морской продукции из этих государств. Сейчас начинаются активные консультации, переговоры со всеми этими странами. Будем задействовать потенциал наших торговых представительств, проводить специальные закупочные сессии, организовывать контакты. Конечно, эти страны, наши партнеры рады, что у них появляется такая возможность. Но мы будем использовать эти возможности без ущерба для наших производителей, а прежде всего для выгоды наших потребителей в настоящее время, чтобы компенсировать сокращение поставок из других стран. По данным правительства, зависимость России от импорта продуктов питания разнится. От единиц процентов по картофелю, молоку и йогурту, до 20 процентов по свинине, 30 процентов по говядине и сырам. По оценкам Российской торгово-промышленной палаты, на развитие качественного импортозамещения потребуется 2-3 года работы и инвестирования. В сельском хозяйстве работать на устаревших технологиях и пытаться догнать Запад – это нереально. Потому что мы добивались в свое время господдержки по гектарной, но она, на наш взгляд, ну, мягко сказать, маловато. Так как на Западе государственная поддержка, на гектарная государственная поддержка, она где-то составляет примерно 400-500 евро, то у нас, ну, если она дотягивает 400 рублей на гектар, то, сами понимаете, поэтому конкурировать очень сложно. В собственности у агропредприятия «Мечта» – 420 гектаров земли. На этой территории в год можно вырастить до 5000 тонн картофеля, 4000 тонн овощей и 700-800 тонн зерновых. Мечта каждого предпринимателя на селе – прогнозируемый сбыт урожая и, конечно, дешевые кредиты на развитие. Российская торгово-промышленная палата несколько лет назад создала инвестпроводящую систему и сегодня готова с ее помощью развивать сельское хозяйство в регионах страны. Если нужны инвестиции, то палата вместе с партнерскими организациями через инвестпроводящую систему такие инвестиции привлекает, проводит экспертизу проекта и добивается, чтобы инвестиции выделялись на каком-то выгодном этапе. Потому что бывают ситуации, когда можно на самом начале выделять кредиты, это не всегда выгодно. Просчитывают и рекомендуют это получить в середине проекта или на завершающей стадии, потому что кредиты больше, чем на три года получать не очень выгодно в этой сфере. Тем более, что сейчас в условиях повышаются ставки на 3%, это удорожает, конечно, проекты. Поэтому подсказывают, как лучше поступить. Также ТПП может помочь посадить в российскую почву семена развитых технологий. У палаты есть сеть партнеров за рубежом, готовая на условиях субсидируемых экспортных поставок обеспечить наших фермеров современным оборудованием.